Девочки, всем огромный привет! С вами Илона. Я очень рада вас видеть на своем канале. И сейчас я хочу в догонку к видео беременности сразу снять видео о моих вторых родах. Опять-таки, это видео будет, скорее всего, очень длинным, эмоциональным и так далее, поэтому сразу к этому будьте готовы. Также хочу предупредить девочек беременных или девочек, которые планируют беременность. Все-таки, если вы очень, скажем так, эмоциональны и чувствительны, не знаю, стоит вам смотреть это видео или нет, вы сами решите для себя. Я расскажу так, как оно было, так, как я это чувствовала. И, возможно, если вы еще не смотрели видео о моих первых родах, обязательно посмотрите. Ссылочки я оставлю под видео. Но, да, кстати, под видео будут ссылки на все мои соцсети, в которых мы с вами можем пообщаться, в том числе и на Инстаграм. Итак, в общем, мои вторые роды. Я сразу скажу, что точно так же, как моя вторая беременность очень сильно отличалась от первой беременности, так же и роды отличались очень сильно от первых. Когда я была беременна, я, в общем-то, перечитала массу информации о том, чем же вторые роды могут отличаться от первых. И в основном везде писалось о том, что, скорее всего, если у вас перерыв не больше между родами, не больше пяти лет, то роды будут быстрее, но болезненнее, потому что организм уже один раз это все переживал, он знает, как и что делать, но так как это все происходит почти одновременно, то это будет больнее, чем в первый раз, когда все это раскрывалось постепенно. Ну, в общем-то, я очень надеялась на то, что все это будет быстрее, потому что мои первые роды, скажем так, они не были очень длительными по времени, как вообще считается, для первых родов. То есть, где-то 6-7 часов, наверное, были у меня интенсивные такие схватки уже настоящие. Для первых родов это считается очень быстро, но, знаете, мне не показалось, что это было быстрее, ну, мне показалось, что это было довольно-таки долго. Поэтому я очень надеялась, что мои вторые роды будут быстрее, я думала, что пусть они будут, ну, там, где-то болезненнее, но я хотя бы быстрее рожу. В общем-то, так как я думала, что я рожу где-то 15 августа, я уже к этому сроку, в общем, ждала каких-то предвестников, так как мне было уже тяжело ходить, я хотела родить побыстрее. Неважно, что мне было, знаете, немного страшновато. Я не скажу, что я очень сильно боялась родов, нет. Я настраивала себя на то, что в любом случае этого события мне не миновать. Каждая женщина через это проходит, и я уже через это проходила один раз. И вокруг меня, кстати, было очень много женщин, у которых срок был примерно одинаковый со мной, и которые уже родили. Это были и мои подписчики здесь на Ютубе. Это и Даша Закрасавишная, и также известные некоторые люди. Может быть, вы знаете Сашу Звереву из группы Демо. Я, кстати, подписана на неё в Инстаграме. Потом ещё девочка, я тоже подписана на неё в Инстаграме из группы Ранетки Аня. Руднева, по-моему, да, у неё фамилия. Вот, в общем, как-то, знаете, вокруг меня очень много девочек с похожим сроком уже родили. И мне было, знаете, немного обидно. Я тоже хотела уже побыстрее родить, скажем так, отмучиться и уже радоваться своему счастью. Я старалась настраиваться позитивно в том плане, что, ну, как бы, наш женский организм, он готов к этому, он может это пережить, и мы можем это пережить. И главное, в общем, всё правильно сделать, да. В этот раз, честно говоря, я особо не готовилась к родам в плане гимнастики, йоги, ещё чего-то. Если в первую беременность я выполняла различные комплексы, растягивала мышцы, связки и так далее, то во вторую беременность мне, во-первых, не хотелось этого делать, мне было реально лень. Во-вторых, я уставала довольно сильно. И в-третьих, как-то, ну, не знаю, вот просто я не считала нужным, наверное, это делать. Я считала, что я, как бы, и так должна родить нормально. Ну, в принципе, так это и произошло, но всё-таки я бы советовала, ну, хотя бы какую-то лёгкую гимнастику делать, если вам здоровье, время и желание позволяет. Вот. У меня, наверное, где-то с 12 августа начались схватки, которые я поначалу приняла за настоящие. Всю беременность у меня не было практически, ну, практически не было тренировочных схваток. То есть, ну, матка тонизировала, но это не были схватки. И вот 12 августа, мой муж, кстати, взял специальный отпуск на это время, так как у нас партнёрские роды были. Мы все вместе были вечером дома. И я начала ощущать вот те самые пресловутые схватки, но не очень сильные, которые, в общем, повторялись. То есть, это была не единократная какая-то схватка, а, ну, они были довольно последовательные, но не продолжительные и не очень болезненные. Я сразу решила, что это у меня уже настоящие схватки, потихонечку процесс начинается. И, в общем-то, я была уже уверена, что я 12, в крайнем случае, 13 августа рожу. И отправила я мужа отвезти своего ребёнка к бабушке. И стала ждать его дома, в том плане, что если схватки начнут усиливаться, то мы поедем в роддом. Когда мой муж вернулся, через часик где-то, у меня схватки, в общем-то, стали совсем нерегулярные, ещё менее болезненные. И я поняла, что это были совсем не настоящие схватки, и зря я, в общем, свою дочку отправила к бабушке. И, в общем, с 12 августа тренировочные схватки стали меня преследовать практически каждый день. И я каждый раз боялась их перепутать с настоящими. Потом, я не помню, какого это было числа, но, в общем, утром я испугалась, что у меня начали подтекать воды. То есть, появились, прошу прощения, выделения, которые я приняла за подтекание вод. Так как у меня уже какое-то время были эти самые тренировочные схватки, я подумала, что, в принципе, возможно, что плодный пузырь где-то там порвался, да, не полностью, но такое могло быть. И, в общем, мы поехали с мужем в этот самый третий роддом, чтобы посмотрели, приехали туда. Там мне сделали анализ на подтекание вод. И мазок показал, что нет, это были не воды. Врач, который меня там смотрел, сказал, что нет, ты пока еще не рожаешь, все у тебя закрыто. Так что можешь спокойно еще ходить и как бы не волноваться. С одной стороны, я расстроилась, но с другой стороны, подумала, ну, в принципе, когда придет время, я думаю, я пойму, что у меня отошли воды или же, как сказать, что это настоящие схватки. Где-то еще через день у меня опять появились схватки, но они уже были намного более болезненные. У них был свой интервал где-то 5-7 минут. И я в очередной раз подумала, что у меня настоящие схватки. И, выждав какое-то время, мы опять с мужем поехали в роддом. В общем, муж у меня уже начал смеяться, что мы в роддом ездим как на работу. Приехали мы, и там меня посмотрел другой врач, который сказал, что раскрытие всего лишь в один палец. И, в общем-то, с таким раскрытием они отправляют назад домой, что плодный пузырь цел и так далее, и так далее. И что, в общем-то, он меня оставляет на 4 часа понаблюдать, потому что это роды вторые. И он сказал, что раскрытие может быть, в принципе, довольно стремительным. В общем, пока он меня оставляет и сказал, что если я хочу родить побыстрее, то чтобы я ходила, нагуливала, в общем, схватки. Я и сама это знаю, что если ты хочешь родить побыстрее, то нужно побольше находиться в вертикальном положении, ходить, так и легче переносить схватки, и как бы ребенку легче. В общем, эти 4 часа, девочки, я ходила, бродила по приемному покою, чего я там только не видела, и разных девушек, которых привозили. И, в основном, все они были уже в родах, и всех отправляли в родительное отделение. Одна я, как, я не знаю, даже с кем себя сравнить, в общем, 4 часа ходила по этому отделению, и у меня были схватки, были схватки болезненные, но, к сожалению, они не усиливались, интервал между ними не уменьшался. И через 4 часа, когда врач меня посмотрел, я ему объяснила ситуацию, что действительно меня эти схватки беспокоят, раскрытия толком не было никакого, и он меня все-таки оставил там на ночь. В общем, провела я там в приемном покое, целую мочек, слава богу, мне стало легче. Опять-таки, меня в очередной раз посмотрели, сказали, нет, еще рано тебе рожать, езжай домой, высыпайся, отдыхай, и если у тебя отойдут воды, или если схватки действительно станут более болезненными и регулярными, тогда и приезжай. Ой, в общем, что я вам хочу сказать, приезжала я после этого в роддом еще один раз. В общем, если вообще вспомнить, то замучились мы все, и я, и мой муж, и мой ребенок, которому постоянно приходилось отвозить к бабушке, и все уже сидели на иголках, думали, что я вот-вот рожу, но сколько раз я не приезжала, раскрытие у меня было максимум полтора, в общем, сантиметра. То есть это очень-очень мало, но тем не менее схватки у меня были, схватки были регулярные, схватки были болезненные, я очень от этого состояния устала, если честно. Плюс к этому, к тому моменту, мне каждый день кто-либо писал и спрашивал, родила я или не родила, а когда уже прошел срок ПДР, 18 августа, сообщений стало еще больше. Если я кого-то встречала на улице, все делали удивленные глаза и спрашивали меня, как ты еще не родила. В общем, хочу сказать вам, девочки, если у вас есть кто-то из знакомых беременный, беременная девушка, женщина, пожалуйста, не доставайте ее вопросами, когда ты родишь, родила ты или не родила. Я думаю, что если, то есть когда ты родишь, этот факт нет смысла скрывать, и в любом случае этот человек вам обязательно расскажет, что да, я родила, да, и не будет это скрывать. Не нужно об этом спрашивать каждый день, каждые 5 минут, потому что этот вопрос начинает очень сильно раздражать, потому что ты сама уже ждешь это событие очень напряженно, и плюс еще, когда тебя достают вопросами, то это уже, знаете, очень-очень сильно злит. На тот момент я вообще старалась поменьше из дома выходить, чтобы поменьше встречать своих знакомых где-то на улице. Ну, на сообщения я, конечно, отвечала, но, если честно, я понимала, что, конечно, мои близкие за меня волнуются, но, тем не менее, иногда это немножко злило. Да, кстати, видео о беременности, я запрошу на журнале моей беременности уже после 30-й недели, то есть, как бы, наверное, они боялись, что раз я им не рассказала о своей беременности, то и в момент рождения, скажем так, ребенка я тоже от них вскрою. Вот. И, да, на чем я остановилась, что, в общем, я в роддом, в общем и целом, наверное, ездила раз за три безрезультатно, и, по-моему, последний раз, вот, третьему ездили 20 августа вечером, у меня на тот момент уже отошла пробка, и я все-таки надеялась, что я уже очень скоро рожу, приехала, у меня, опять-таки, были те самые схватки тренировочные, я уже, если честно, не могла их отличить от настоящих, и там меня посмотрела женщина-врач, которая сказала, ну, что ты, в общем, куда ты торопишься, тебе еще ходить и ходить, когда я ей объяснила, что у меня вообще-то уже 41-я неделя идет, она мне сказала, что я спокойно еще могу ходить неделю, а там они уже будут смотреть, как-то вызывать роды или что, ну, КТГ, все, Доплер, УЗИ и так далее, все были у меня хорошие, поэтому они сказали, что, в общем, можешь спокойно ходить, но я-то ходить спокойно уже не могла никак, и она мне сказала, что, в общем-то, я могу езжать домой, на что я была очень уже зла, потому что это был четвертый раз, и я уже чувствовала, что мне нужно уже родить вот сегодня-завтра, но, тем не менее, она сказала, ну, можешь остаться еще на пару часиков, если за эти пару часов что-то изменится, то, ну, в общем-то, будет замечательно, если нет, мы тебя отправим домой, но через два часа буду смотреть тебе не я, а заведующее отделение. Ну, мне это ни о чем не сказала, я, ну, как бы согласилась и осталась. Заведующее отделение, как я впоследствии узнала, женщина такая с характером, пока я там эти два часа была, она там разносила все отделение, то есть, устраивала какие-то разборки с медсестрами и так далее и тому подобное, в общем, если честно, мне было немножко страшно идти к ней на осмотр, но, тем не менее, как бы, я уже там осталась, и через два часа, когда она меня начала смотреть, она, не говоря мне ни слова, что-то начало там, в общем, был, в общем, очень жесткий осмотр, как я впоследствии поняла, она стала, в общем, делать мне раскрытие вручную, так как у меня, ну, в общем-то, не шло само, она сделала там что-то, впоследствии чего, так посмеяла, сказала, ну, вот я тебе своими, в общем, золотыми руками сделала там массаж, и, в общем-то, можешь спокойно теперь оставаться у нас, сегодня ты родишь, я немножко так офигела, во-первых, от того, что мне было очень больно на этом осмотре, а во-вторых, я удивилась, что хоть кто-то мне сказал, что я уже рожу наконец-то, я еще ее переспросила, сказала, так, 100% сегодня родишь, просто тебе нужно еще походить пару часиков, схватки, если усилиться, они, по идее, конечно же, должны были усилиться, то, в общем, мы тебя переведем в родильное отделение. Я счастливая и радостная, в общем, звоню мужу, говорю, что мы сегодня рожаем, так что готовься, в общем-то, мне предложили за эти пару часов покушать самой, и так как я сказала, что у нас партнерские роды, чтобы муж поел тоже, потому что процесс может быть небыстрый, естественно, мы с ним пошли перекусить, за это время практически сразу у меня начали усиливаться схватки, то есть это реально уже были никакие, конечно, не тренировочные схватки, они были намного более ощутимые, но интервал между ними был небольшой, ну, минут, наверное, 5, где-то так. Через час схватки усилились не просто намного, а очень намного, и интервал между ними стал уже намного меньше. Я, естественно, побежала сразу к врачу, чтобы меня уже переводили в родильное, подошла к этой заведующей, она сказала, я тебя смотреть уже не могу, мы ждем сейчас врача с отделения, она тебя посмотрит, и, в общем, она уже и будет отправлять тебя в родильное. На тот момент мне было уже довольно-таки больно, и я понимала, что, во-первых, пока я дождусь сейчас врача, плюс пока меня будут оформлять, а эта процедура тоже очень-очень небыстрая, девочки. Если вы приезжаете в роддом уже с приличным раскрытием, да, и вам уже ощутимо больно, то я просто не знаю, как вы заполните все эти бумажки вместе с врачом, потому что там надо отвечать на вопросы, там надо заполнять, там надо расписываться, там, в общем, надо все-таки присутствовать в сознании. И я понимала, что сейчас мне все это предстоит, и мне было, конечно, немножко от этого страшновато. Ну, слава богу, где-то через полчасика спустилась врач, она меня посмотрела, сказала, что раскрытие у меня три пальца, в общем, естественно, я уже в родах, и они меня переводят в родильное. Я немножко удивилась в том плане, что мне было уже так, знаете, не очень хорошо, а раскрытие было всего лишь три пальца, и мне от этого стало еще страшнее. Но я была рада, что я хоть наконец-то буду уже в родильном отделении. Мы стали заполнять все бумажки. Периодически мне было, знаете, не до вопросов, потому что на схватке не хочется на что-то отвечать, хочется только дышать и по возможности ходить. Но мне надо было сидеть писать, и это была, в общем, самая такая, наверное, неприятная часть на тот момент. Врач смотрела на меня подозрительно и говорила, у тебя точно есть схватки? Почему-то ты молчишь, не жалуешься и так далее и тому подобное. На что я ей сказала, что я пока вообще-то еще терплю. Мне бы хотелось побыстрее с этим закончить и уже, в общем-то, сконцентрироваться чисто на своих ощущениях. Слава Богу, мы все заполнили, и меня стали переводить в родильное отделение вместе с мужем. В общем-то, у меня еще взяли кровь из вены, я так понимаю, на группу крови, на всякий случай. В общем-то, я уже, знаете, была в том состоянии, когда хочется побыстрее, как бы, уже закончить со всякими такими процедурами, потому что, ну, мне было уже так, ну, больновато. По пути в родильное мы, наверное, раза три останавливались на момент схватки. Муж делал мне массаж поясницы. Как и в первый раз, так и во второй раз массаж поясницы помогал мне больше всего. Естественно, дыхание, но и массаж, во-первых, он отвлекает от боли, во-вторых, ну, как-то вот хочется, знаете, вот как-то размять себе поясницу в этот момент. Само это сделать вряд ли получится. Муж мне делал такой очень интенсивный массаж костяшками пальцев, и мне становилось легче. Перевели нас в родильное. В общем-то, там тоже была процедура оформления, но я уже, если честно, никак к этому отношения не имела. Они уже сами что-то там заполняли, мы просто ждали. Тем временем схватки у меня уже были, наверное, каждые две-три минуты, то есть очень-очень часто. Затем нас повели уже в родильный зал. Родильный зал был пустой, там не было никого, мне это очень порадовало. Он был рассчитан вообще на два человека. Довольно-таки просторный, современный. Ну, как бы там был фитбол, что там еще. Были всякие плакаты с всякими удобными позами, чтобы пережить схватку. Но я уже не обращалась, честно, на это никакого внимания. Да, кстати, там было очень много окон, которые выходили на улицу. Такие большие окна. И там был магнитофон с радио, то есть радио какой-то ретро, что ли. И там играла еще и музыка. Мы с мужем посмеялись насчет этого. И, в общем-то, акушерка нас там оставила. Сказала, что ее так-то и так-то зовут. И так как у нас были партнерские роды, она меня оставила с мужем. И сказала, что если у меня отойдут воды, или если мне уже захочется тужиться, чтобы мы ее звали. А так она нас, в общем-то, оставляет. И, в общем-то, терпите, в общем, как хотите, называется. Я спросила, когда в следующий раз меня будут смотреть, чтобы узнать раскрытие. Потому что схватки были частыми и болезненными. И мне казалось, что я уже вот-вот рожу. А на момент принятия меня в родовое отделение раскрытие было всего лишь три пальца. Она мне сказала, что врач будет смотреть только каждые 4 часа, не чаще. Как только я представила, что мне еще 4 часа терпеть эти боли, я была в шоке. Но она мне сказала, что как бы не обязательно, чтобы врач тебя смотрел. Если у тебя отойдут воды, или если же тебе захочется тужиться, то мы без всякого осмотра просто будем рожать. Я этому, конечно же, обрадовалась. И, в общем-то, надеялась, что я уже, конечно, рожу довольно-таки скоро. Муж засекал мне схватки. Специальное предложение на телефоне. И схватки у меня были где-то, наверное, по минуте каждой. И повторялись они каждые 2 минуты. То есть это уже... У меня было ощущение, что я действительно вот-вот рожу. Муж меня отвлекал как мог. Мы с ним что-то там смотрели в интернете в перерывах. Все схватки я пережидала стоя, держась за подоконник. И смотря в окно, так мне было легче. Да, массаж мы так и продолжали делать. Массаж действительно мне помогал. Но, если честно, мне казалось, что поскорее бы все это закончилось. Потому что было довольно-таки больно. Мне и в первый раз, когда я рожала в первый раз, схватки давались очень болезненно. В первый раз я скажу даже так, что я от схваток устала очень сильно. В конце я уже мало что соображала перед тем, уже непосредственно как тужится. Но в первый раз вот такие вот интенсивные схватки у меня продолжались все-таки дольше. В этот раз, ну вот, где-то, наверное, с 3 часов дня у меня начались такие хорошие настоящие схватки. И родила я вот в из 15-ти в 8 было. То есть, все-таки, скажем так, период вот этих интенсивных схваток, он был поменьше. Я была в сознании, я все прекрасно понимала, но как бы больно уже было так нешуточно. И я не понимала, скоро я рожу, не скоро, потому что я не знала, какое у меня раскрытие. В общем-то, я не помню, через сколько, наверное, где-то, ну, меня в родильное отделение перевели где-то часов, наверное, в 5. Даже, наверное, около, не в 5, а около 6, наверное, уже было, когда меня перевели в родильное отделение. И через час, где-то, может даже меньше, у меня отошли воды. То есть, у меня была довольно такая сильная схватка. И я прямо почувствовала, как у меня внутри что-то лопнуло. И вот у меня вышли, отошли точнее воды одним сплошным, в общем, потоком. Я не знаю, если бы рядом не было мужа, кто бы пошел звать акушерку в тот момент. Потому что ее пост был довольно-таки далеко от родзала. В общем, муж пошел звать акушерку и говорит, что у меня отошли воды. Пришла акушерка. Порадовалась за меня, сказала, что я наверняка уже скоро рожу. И сказала найти мне, в общем, прокладку урологическую, так как воды сейчас будут подтекать. И, в общем, муж пошел искать эту прокладку у меня в пакетах. А я на тот момент уже боялась остаться без него, потому что схватки были очень часто. А одна я просто, знаете, боялась не справиться с этим ощущением. То есть мне нужна была его поддержка в тот момент. И я понимала, что он быстро ее не найдет. Он пошел ее искать. И в этот момент у меня, скажем так, была еще одна очень болезненная схватка. И я поняла, что ребенок уже очень-очень низко. И я хочу тужиться. О чем я и сказала, в общем-то, о своей акушерке. Она, в общем-то, была нисколько не удивлена. Она сказала, ну, если хочешь тужиться, значит, сейчас будем рожать. И прокладка уже мне, естественно, не понадобилась. Трансформировали, в общем, кровать в такое более удобное положение. В общем-то, трансформировали мою кровать. И, в общем-то, положили уже меня на нее рожать. Да, кстати, я пропустила одну часть, в общем-то, из этого периода уже забыла. Мне уже там, непосредственно в рудзале, ставили датчик КТГ. И в этот момент надо было именно лежать. И это был, наверное, самый неприятный период за все время родов, когда нужно было лежать, а не двигаться. И КТГ надо было делать, по-моему, минут 20-30. И мне было в этот момент тяжелее всего, потому что ни муж мне не мог сделать массаж, ни я не могла в этот момент двигаться. Надо было вот именно лежать и терпеть. И это было тяжелее всего. Ну, многие ржавшие женщины меня сейчас поймут. Я вцеплялась просто руками в эту кровать. Я не знаю, ногами там что-то там упиралась, по-моему. И вот старалась продышать, в общем, эту схватку, чтобы мне было легче. В этот момент мне помогало только дыхание. И, в общем-то, то, что меня все-таки как-то старался отвлекать мой муж. В общем, КТГ записывалось 20 минут. И эти 20 минут я просто, вы знаете, была в какой-то прострации. И вот, кстати, после КТГ на следующей схватке у меня отошли воды. В общем-то, да, вернемся к тому моменту, когда уже нужно было рожать. Я обрадовалась тому, что, боже, наконец-то мне разрешили тужиться. И я, наверное, вот уже вот-вот рожу. Но в тот же самый момент почему-то у меня было такое ощущение, что сейчас мне будет еще больнее, чем было на схватках. И, к сожалению, я не ошиблась. Если в первый раз, когда я рожала, схватки были болезненными, но тужиться мне было абсолютно не больно, а наоборот даже хотелось посильнее тужиться, чтобы быстрее родить, то здесь тужиться мне было больно. Не знаю, с чем это связано. Может быть, то, что ребенок все-таки был крупнее. Может быть, что-то все-таки не успело у меня как следует раскрыться. Но, в общем, сами потуги были болезненными. Нужно было тужиться, тужиться сильно, а мне было в этот момент больно. И, в общем, если честно, я даже не знаю, как это описать. Меня, конечно, подбадривали акушерки. Огромное им спасибо. Моя акушерка, ее зовут Светлана Вячеславовна Величко. Она работает в перинатальном центре номер один. Огромное ей спасибо. Она помогала мне. Она говорила, как правильно дышать. В общем, акцентировала мое внимание. Знаете, в каких-то моментах мне прям хотелось кричать. И я кричала. Хотя, конечно, нельзя это делать. Вы перекрываете в этот момент доступ кислорода ребенку. Но вот когда не остается сил, а они нужны, то есть нужно тужиться, просто, вы знаете, хочется кричать. Это происходит как-то вот рефлекторно. И они, конечно, мне запрещали это делать. И муж дышал вместе со мной. Говорил мне, как дышать, потому что в этот момент как-то вот не контролируешь свое дыхание абсолютно. В общем, тужиться было, к сожалению, мне совсем непросто. Но, тем не менее, я все-таки старалась свою работу выполнять честно. То есть, сколько раз мне говорили, столько раз я и тужилась. Тужиться, конечно, нужно правильно, не в лицо. Слава богу, с этим у меня проблем не было. Дышать тоже нужно правильно. Обязательно нужно слушать акушерок. И я старалась это делать. Между потугами я старалась максимально отдыхать и накапливать силы. В этот момент я видела, что мой муж становится все бледнее и бледнее. У него, похоже, упало давление. И акушерка уже стала бояться за него. Что, не дай бог, он сейчас упадет в обморок. Ну, я тогда поняла просто, что он сильно переживает за меня. Потому что он понял, что мне очень-таки больно. И, знаете, я его понимаю. Тяжело, когда ты ничем не можешь помочь родному человеку. Ему в этот момент очень больно. Но, слава богу, потуг было не так много. То есть, где-то, наверное, в общем и целом заняло это, наверное, минут 10. И уже когда появилась, в общем-то, головка, естественно, я это почувствовала. И мне уже сказали, не задержать дыхание, а дышать так поверхностно, спокойно. В этот момент, конечно же, не тужится, чтобы, не дай бог, не было разрывов. И после этого уже нужно было, в общем-то, буквально, наверное, один раз сильно потужиться, чтобы весь ребенок вышел. И, если честно, я даже не поняла, в какой момент это произошло. Я просто не поверила своим глазам, что я наконец-то родила, его достали. И, ну, наверное, то чувство облегчения, когда рождается твой ребенок, и то счастье, его, наверное, ни с чем в этой жизни не сравнить. Я прекрасно помню это ощущение и в первый раз. Во второй раз, наверное, это ощущение еще более сильным было. Потому что, ну, вот просто мне реально не поверилось, что я уже родила. И, в общем-то, у меня не было ни одного разрыва, ни одной трещинки, ни внутренней, ни внешней. Я тоже этому очень сильно удивилась. Потому что мне казалось, что, ну, обязательно что-то там, да, что-то там придется зашивать. Но, слава богу, ничего этого не нужно было. Да, малыш закричал, кстати, сразу. И кричал он очень сильно. В отличие от дочки. Дочка у меня закричала не сразу. И, кстати, кричала не очень сильно. То наш сынок кричал очень громко, очень сильно. Его сразу же, ну, как бы осмотрели, конечно же. И положили мне на живот. По-моему, да, на 2 часа его прикладывают к вашей груди. И оставляют, в общем-то, вас в покое на 2 часа. И через 2 часа приходит уже акушерка. Обмывать ребенка, взвешивать его, замерять. И переодевать, в общем-то, и переводить вас в родильное, в послеродовое отделение, в акушерское, по-моему. Так оно называется. И следующие 2 часа после родов, они, наверное, самые счастливые в этой жизни. То есть, это полная эйфория. Это огромное счастье. Это огромное чувство облегчения. В общем-то, муж обзвонил всех родственников, всем сообщил, все, кому обещали. Даже мы отправили некоторым фотографии с роддомом. Мы сразу, да, кстати, его стали фотографировать. В общем, что еще я могу рассказать об этом? Ну, в общем, да, ощущение, конечно, потрясающее. Не знаю даже, с чем их сравнить. Через 2 часа пришла акушерка. И мы наконец-то узнали, что наш малыш весил почти 4 килограмма. 3,960, то есть, он был довольно-таки крупненький. Рост 57 сантиметров. Он также еще и не маленький был. Сразу нам сказала акушерка, что зря мы купили памперсы, по-моему, для новорожденных именно. Нулевка, по-моему, да, размер. То есть, ему такой размер уже явно не подойдет. Памперсы ему были маленькие. Даже некоторая одежда, которую я взяла с собой в роддом, была ему впритык. То есть, если у вас ребеночек крупненький, сразу рассчитывайте на то, что вещички ему нужны на вырост. И памперсы ему нужны тоже не самые маленькие. Вот. После этого наш счастливый папа, нафотографировавший нас, наснимав, и отзвонив всем, кому можно, счастливый уехал праздновать нас с малышом. Да, кстати, назвали мы его Роман. Да, вот он тут лежит, мне улыбается. Насчет имени тоже интересная история. Так, мы с вами остановились на имени. Да, в общем, имя, Роман я как бы имела в виду, но вообще мы планировали немного по-другому назвать Сыночка. Но когда он родился, мы на него посмотрели, и муж мне предложил вообще другой вариант имени. Он мне абсолютно не понравился. И я предложила, давай назовем его Рома. И мы вот оба как-то на него посмотрели и поняли, что действительно, кроме имени Роман, ему, наверное, ничего больше не подойдет. И вот таким образом появилось это имя. Оно понравилось, кстати, не только нам с мужем, но и всем нашим родственникам, и моей маме, и моей дочке. В общем, вот так вот как-то. Давайте пару слов о послеродовом периоде в роддоме. Сразу хочу сказать, если вы будете рожать в третьем роддоме, то он очень переполнен, по крайней мере, на данный момент. Мне даже не сразу нашли место в послеродовом отделении. Когда нашли, то я оказалась в палате на 7 человек. Я такое вообще первый раз в жизни видела. То есть у нас в палате лежало 7 женщин и, соответственно, 7 детей. И это был, конечно же, ужас в том плане, что дети постоянно плакали какие-то, был постоянно включен свет. В общем, палата была, конечно, не самая комфортабельная. Но в целом, конечно, само отделение, оно, конечно же, неплохое. В том плане, что есть и чистый, и хороший душ, и туалет удобный, хоть он и, как сказать, общий. Но там ни в какой очереди ничего такого нет, потому что многие лежат в отдельных палатах. Я так понимаю, в основном те, которые после Кесарева. Их там где-то по двое-трое лежат в палате. Ну и таких больших общих палат на 6-7 человек. По-моему, 2 или 3 на все отделение. И вот я в одну такую попала. Выписали нас на вторые сутки. Если у вас и у малыша все в порядке, то вас выписывают на вторые сутки. Вот. Да. В общем, роддом, кстати, да, довольно-таки неплохой. Я в этом мнении осталась себе верна. И в первый раз, конечно, мне все понравилось. Во второй раз тоже. Даже несмотря на то, что пришлось находиться в таких не совсем удобных условиях. Единственное, что касается персонала акушерского отделения, немножко есть там вопросы. Мне очень долго не отдавали мою выписку. То есть меня уже выписали, а сама выписка еще, наверное, неделю не была готова. В итоге мой муж приезжал и ругался там со всеми, с кем мог, потому что мою выписку никак мне не отдавали. И когда ее отдали, там было очень много ошибок, опечаток и так далее и тому подобное. В общем, немножко халатно персонал относится к своим обязанностям. Также, скажем так, не очень-то они следят и за вами, и за детьми. То есть, по идее, каждое утро и вечер деткам должны мерить температуру. Вас каждый день должен осматривать врач. У нас такого не было. Температуру у ребенка мерили всего один раз. Второй раз я мерила сама, нам сказали, потому что замерят температуру после прививки. Меня вообще смотрели только один раз после родов, перед выпиской. Ну, как смотрели, просто ощупали, скажем так, и все. В общем и целом, если вы сами ни на что не жалуетесь, вас никто особо вам, скажем так, внимания уделять не будет. Опять-таки, потому что народу очень много. Но еще и потому, что все-таки я считаю, что персонал мог бы быть более профессионален. Если вот персоналом приемного отделения и акушерского, ой, то есть родового отделения я очень-очень довольна, я им очень признательна, то все-таки в акушерском послеродовом отделении персонал, ну, скажем так, очень даже халатно, да, относится к своим обязанностям. Я бы так сказала. Вот. Наверное, давайте подведем вообще итог, скажем так, моим вторым родам. Сейчас уже по прошествии почти месяца, я считаю, что все-таки вторые роды были легче. Хоть они были и больнее, но они были легче, хотя бы потому, что все это быстро прошло. То есть непосредственно самые-таки неприятные болезненные ощущения, непосредственно перед тем, как малыш родился, я испытывала, ну, буквально час, наверное. До этого все-таки схватки были более-менее терпимыми, я была к ним готова, я знала, как с ними справляться путем массажа, путем дыхания и так далее, и так далее. Все-таки я перенесла их, считаю, что довольно-таки легко. Конечно же, от них устаешь, но все-таки это не что-то было для меня невыполнимое. Да, сами потуги, конечно, были болезненные, намного более болезненные, чем я ожидала в сравнении с первыми родами, но, тем не менее, их было не так много. Слава Богу, малыш родился здоровенький, и у него не было ни обития, ничего. У меня тоже, слава Богу, все в порядке, и восстанавливаюсь я все-таки, я считаю, быстрее, чем после первых родов. Вот, во-первых, в первых родах у меня были небольшие трещины, которые зашивали, и как-то мне тяжелее было, знаете, то там болело, то здесь тянуло, то в этот раз я как-то буквально вот сразу после прошествия двух часов после родов вас просят подняться, попробовать постоять, не кружится ли у вас голова, ведут вас в душ, и потом вы уже, если нормально себя чувствуете, вы можете уже вставать, ходить, то есть, если после первых родов меня отвозили на каталке в отделение, то после вторых родов я шла сама и, в принципе, чувствовала себя нормально, и, знаете, как сказать, ну да, я чувствую, что я восстановилась, по крайней мере, вот физически, быстрее после вторых родов, чем после первых. Что касается веса, сейчас немножко скажу, и продолжу эту тему в других своих видео-влоговых. Если после первых родов я вышла из роддома, сбросив 10 килограмм почти, а набрала я всего 15, то здесь я набрала 20, а после роддома я вышла и сбросила всего лишь, ну, наверное, 4, максимум 5 килограмм. Я была в огромном шоке, когда встала дома на весы. То есть, я пришла домой и весила где-то, ну, 76 килограмм. Для меня это просто страшная цифра, я никогда столько не весила в своей жизни. Сейчас я медленно, но верно худею потихонечку, по килограммчику, по два. Я планирую, конечно же, как только можно будет заниматься спортом, начать заняться спортом. Пока я только вот стараюсь как-то в плане питания себя ограничивать, в том же сладком, хоть его и очень хочется, и в мучном, не кушать слишком много, не кушать слишком поздно, но всё-таки так, чтобы это не отражалось на молоке, потому что малыш у меня находится на грудном вскармливании. Вот, я считаю, что в основном вес у меня был такой из-за большого объёма жидкости. Я не знаю, почему, но вот после родов, если во время беременности у меня не было отёков, то после родов у меня довольно сильно отекали пальцы на руках, ноги. Но не такие, вы знаете, отёки, ну, как сказать, когда вы нажимаете пальчиком, и остаётся след. А именно вот такие, что я не могу снять кольцо, например, да, с руки, или же не могу поместиться в какую-то свою обувь. В общем, вот такого рода отёки я жду, когда вся эта лишняя жидкость уйдёт, и я думаю, что с ней будут уходить и килограммы. Вот, так что буду потихонечку худеть. Вот, в принципе, и всё, что я хотела рассказать. Получилось, конечно, очень длинно и очень сумбурно. Если честно, я не знаю, как по-другому об этом процессе рассказывать. Вы мне обязательно напишите, спросите что-то, что вы хотите спросить, или просто поделитесь историей своих родов. Что хочу сказать, в общем, да. Я, скажем так, рада, что, во-первых, всё это позади. Я, наверное, самая счастливая женщина на Земле была в тот момент, когда только родился мой сыночек. Сейчас я, конечно, вдвойне счастлива. То, что у меня есть мои детки, у меня есть мой муж. Беременность и роды позади. Сейчас самое главное – расти и крепчать. Вот, мой муж смеётся и говорит, что через какое-то время мы пойдём за третьим ребёнком. Но я очень сильно, если честно, в этом сомневаюсь. И дело тут даже не только в родах, а, наверное, даже в самом вынашивании, в самой беременности. Всё-таки чем больше вам лет, тем тяжелее этот процесс даётся. Поэтому, девочки, не тяните. Если вы хотите ребёночка, то не тяните с этим. Рожайте, беремените, рожайте. Это прекрасно, дети, это замечательно. Конечно, несмотря на то, что это не всегда легко даётся. Но всё-таки я не знаю, что может быть лучше этого на свете. Так что я была рада, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно встретимся с вами в следующих моих видео детских, и во влогах, и в косметических видео. Обязательно постараюсь я почаще их выкладывать. Я очень рада была, что вы пришли на мой канал и посмотрели это видео. Увидимся очень-очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok